МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение дела Ленура Ислямова. Окупационные службы в Крыму продолжают обыски в домах бывших сотрудников телеканала АТР. Русский мир бесправия. В Киеве активисты у российского посольства протестовали против нарушений прав человека в Крыму и на Донбассе. Российские власти намерены предъявить иск к Украине за несоблюдение условий договора о поставке электроэнергии в оккупированный Крым. Об этом заявил самопровозглашенный губернатор Севастополя Сергей Миняйло. По его словам, крымским оккупационным властям уже дано поручение посчитать убытки и передать данные в Кремль. Можем ли мы выступить как ИСы, если у нас нет договорных отношений? Поэтому, естественно, мы эту сумму ущерба считаем и будем подавать правительство Российской Федерации. А дальше уже это межгосударственные отношения России и Украины, те, которые обусловлены соответствующим договором, который обе стороны должны исполнять. Ответить на вопрос, нужна ли украинская электроэнергия Севастополю, так называемый губернатор не смог. По его словам, крымчане до сих пор испытывают неудобства из-за веерных включений, которые не соответствуют графику. Однако получить электроэнергию из материковой Украины означает признать зависимость от нее, говорит он. Больше двух недель ее не было. И мы с вами вот сейчас сидим, разговариваем, да, жизнь, она продолжается. Но мы всем показали, что мы можем и без них выйти из этой ситуации и нормально продолжать жить. Поэтому, на мой взгляд, возникает вопрос, а нужна ли нам она вообще, по большому счету, чтобы нас очередной раз тренировали перед праздниками, как в прошлом году было, перед Новым годом. В этом году, перед 9 мая нас пытались тренировать. Сейчас опять перед Новым годом тренируют. В общем, нужна нам или нет? Я думаю, мы и так справимся сами. После двухнедельной энергоблокады Крыма участники гражданской акции на админгранице с полуостровом разрешили отремонтировать и подключить поврежденную линию электропередач Каховка-Титан. Однако электричество по ней подается в усеченном объеме – до 250 мегаватт. Его по-прежнему не хватает для полноценного обеспечения потребностей крымчан. Крымский предприниматель Олег Зубков, который является владельцем Ялтинского зоопарка «Сказка» и сафари-парка «Тайган», закрыл свои объекты для посещений. В знак протеста против давления со стороны оккупационных властей Крыма и местной псевдопрокуратуры. Это произошло в четверг в полдень по московскому времени, сообщил крымским СМИ сам Зубков. Как известно, в последние несколько месяцев Зубков неоднократно заявлял, что оккупационные власти создают многочисленные проблемы его зоопаркам, отбирая землю и создавая другие препятствия для их работы. К сожалению, у меня не получается спокойно работать в своих зоопарках. Мне постоянно приходится защищать их и в последнее время что-то уж слишком и слишком активно. Не только зоопарки, но и себя. В последние дни власть Крыма и, прежде всего, прокуратура Крыма пытаются сделать из меня наемника ИГИЛ, который избивает охранников, который наносит увечья детям, который травит своих животных. На прошлой неделе, когда полуостров был отключен от украинской электроэнергии, у сафари-парка «Тайган» изъяли дизельный генератор, который ранее был передан ему Министерством чрезвычайных ситуаций России. Кроме того, в отношении Зубкова псевдопрокуратурой возбуждено уголовное дело по факту якобы избиения одного из своих сотрудников. 11 декабря Белогорский районный суд должен вынести решение по данному делу. Сегодняшние предъявленные обвинения – это не что иное, как сведение личных счетов, удовлетворение личных амбиций прокурора и ее друзей. Такого цинизма, с которым сейчас это делает власть, не было никогда. Предприниматель опубликовал ряд обращений российскому президенту Владимиру Путину, генпрокурору России Юрию Чайке с просьбой взять под защиту его бизнес в Крыму, спасти его объекты от произвола крымских чиновников. Открыть свои парки он согласен только после отставки псевдопрокурора Крыма Натальи Поклонской. Представители оккупационных спецслужб в Крыму продолжают обыски в домах бывших сотрудников крымско-татарского телеканала АТР, а ныне независимой продакшн студии «Караденис Продакшн». Утром в четверг 10 декабря сотрудники крымского главка ФСБ пришли домой к редактору студии, бывшему редактору АТР Роману Спиридонову. Как сообщила коллега Спиридонова Лиля Буджурова, завершив следственные действия у него в доме, представители оккупационных спецслужб также направились в дом к его родителям. Мы изъяли ряд телефонов, планшетов, сейчас будет проводиться экспертиза, и уже по результатам экспертизы будет решаться вопрос о возврате этих вещей изъятых. Почему-то следствие посчитало, что у Романа может быть какая-то информация, хранятся какие-то документы, которые будут иметь существенное значение для дела. Ну и у следователя есть такое право, он это свое право реализовал. Напомним, что обыск в домах сотрудников «Караденис Продакшн» уже не первый. В среду 9 декабря следственные действия проводились в доме гендиректора продакшн-студии Эльзары Ислямовой. При том, что месяц назад сотрудники ФСБ уже приходили к ней и ее заместителю Лиле Буджуровой. Все обыски проводятся в рамках уголовного дела в отношении владельца телеканала АТР, инициатора гражданской блокады Крыма Ленура Ислямова. Вместе с тем, прокуратурой Автономной республики Крым, воссозданной при Генпрокуратуре Украины, открыты по данным фактам уголовные производства. Действия представителей оккупационных спецслужб квалифицированы по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. В частности, статье 162 – нарушение неприкосновенности жилища и 187 – разбой. Русский мир – мир бесправия. Акцию с таким названием провели под посольством России в Киеве в Международный день прав человека. Ее организаторы – активисты Меджлиса крымских татар, общественники и переселенцы из Крыма и Донбасса. Участники акции принесли карту, на которой обозначили точки, где политика российских властей приводит к кровопролитию, нестабильности и масштабным нарушениям прав человека. Сегодня идеология русского мира, которую несет кремлевская власть, она несет угрозу. Она имеет нацистский акцент. И она принесла угрозу Грузии, принесла угрозу Армении, Азербайджану, Молдове. Сегодня существует проблема в Сирии и в Украине. Кто будет следующий? Я хочу, чтобы русский мир был частью мировой культуры, а не нацистской идеологии, которая приносит опасность, угрозу всему человечеству. Участники акции напомнили об очередной волне обысков в Крыму и судах над крымско-татарскими активистами. Они принесли портреты украинских политузников, которые незаконно удерживаются в России и на полуострове. Все эти политические въясни, которые вы видите сейчас на фотографиях, они в Крыму сидят именно за то, чтобы мы, с большим знакомым, крымские татары, чтобы все эти граждане Украины, патриоты Украины пользовались такими самыми правами, как и я тут, с вами разом. Свобода – это наивищая ценность людей. И я знаю, что ее нужно выборовать. Переселенцы из регионов Донбасса прикрепили к забору российского посольства портреты убитых боевиками украинских патриотов, журналистов, которых удерживали и пытали в застенках террористы, финансируемые Россией. Мы в Донецке сдерживали российскую агрессию несколько месяцев. Мы выходили на такие же акции. Но уже как два года это невозможно. Поэтому переселенцы, патриоты Украины, крымские татары и все те, кому не безразлична судьба Украины, все те, кто сопротивляется здесь к агрессии, они выходят сегодня здесь. Они выходят по всей Украине. И они делают все возможное для того, чтобы привлечь внимание мира, привлечь внимание нашего политикума. Потому что украинское общество сдаваться не собирается. Украинцы будут бороться. Украинцы выстоят и украинцы победят. Слава Украине! На запор российского посольства активисты повязали ленты, переданные жителями уже освобожденных украинских территорий, с надеждами и пожеланиями. Активисты призвали международное сообщество не оставаться равнодушными к нарушению прав человека на оккупированных территориях и не допустить расширения границ так называемого «русского мира». В своей резолюции участники акции потребовали от украинских властей использовать статус непостоянного члена Совета безопасности ООН, чтобы настойчиво напоминать мировому сообществу о том, что ни одно государство не будет чувствовать себя защищенным, пока такие страны, как Россия, продолжают откровенно пренебрегать правами человека, финансировать и экспортировать экстремизм и терроризм. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова